Видите, это называется любовь веры. Что это за любовь такая? Это когда ты настолько сильно к душе приблизил чистоту человека, что она стала ближе, чем чистота Бога. То есть, как говорят, не создай себе кумира. Понимаете, то есть идея в чем заключается? В том, что в человеке есть божественные качества? Есть. И мы когда живем друг с другом, если мы правильно относимся к человеку, верно с ним живем, чисто, честно, то что происходит дальше? Мы постепенно его сердце свое очень глубоко пускаем. И возникает вот такое вот чистое чувство к человеку, и ты начинаешь верить, что вот этот человек тебе и подарит то, что душа ждет вечно. Она ждет это от Бога, понимаете? И в этот момент, когда вот душа такой выбор сделала, она начала вот так настраиваться на человека. И еще раз повторяю, есть чистые светлые качества у человека? Есть. Но при этом надо очень четко понимать, что человек — это человек. Он все равно будет волю твоей судьбы осуществлять. Ну, то есть человек чем занимается? Осуществляет волю нашей судьбы. Если мне по судьбе положено потерять человека, он уходит от меня, или вообще может из жизни уйти даже. И дальше что? Я, у меня все пропало, то есть видите, в песне все описано. То есть ничего не осталось. Солнце смотрю, не любя. То есть ничего, все опустело, ничего нет. Понимаете? Это значит, что у тебя что-то с верой, какие-то проблемы с верой, потому что ты поверил в человека. Это факт, что есть во что верить, потому что человек наделен божественными качествами. Вот почему люди любят друг друга? Потому что это существует. У человека есть чистота, есть красота, есть глубина, есть благородство. Но и теперь дальше вы, допустим, скажете, мне сейчас, Олег Геннадьевич, мне ваша логика не нужна. Мне нужно конкретное решение. Я пришла, у меня камень в сердце. И камень именно от того, что я осталась без человека, которого я видела эту чистоту, эту красоту. И это длится уже несколько лет. Я не могу жить без этого. Поднимите руку, у кого такая ситуация? И вот всем я хочу вам дать ответ. Ответ такой. Человеческая жизнь предназначена для того, чтобы полюбить Бога. Понимаете? И через человека Бога любить тоже нормально. Мы живем друг с другом для того, чтобы божественно изучать. Но, понимаете, у человека в жизни сильно не хватает примера святости. Вот это то, о чем женщина сейчас говорила. Она говорила об этом примере. О том, что есть люди, которые способны думать о Боге постоянно. И они как солнце, понимаете? То есть они излучают такую силу, что даже грешник превращается в святого. Это не то, что мы должны как бы сейчас подражать этим людям, пытаться так же жить, как они. Но надо просто понять, что эти люди должны стать нам, для нас определенным примером. Они должны стать для нас целью. Понимаете? То есть вот когда человек выбирает правильную цель, тогда он приближается к Богу. И вот именно этот выбор правильной цели и облегчает сердце. Вот, допустим, почему в сердце остался след? Почему я вспоминаю человека? Часто люди думают, мне нужен какой-то другой человек, который бы заменил этого. И тогда у меня все пройдет. Невозможно. Невозможно. Почему? Потому что чистоту, которую вы видели в человеке, и которая именно оставила... Вот почему рубец-то остался. Грязь рубец не оставляет. Я говорю сейчас о вере. Эта чистота останется с тем человеком, которого вы видели рядом с собой. Она никем заменима быть не может. У другого человека будет другая чистота. Он другой. Все люди — это как вот такие, как калейдосток, коп вокруг Солнца. Понимаете? То есть они все разные. Вы не сможете такого же человека, как этот, найти. То есть, а этот вот уже вот такой, как этот, уже такого не будет. Понимаете? Поэтому единственный выход — это поменять мышление. Понимаете? Надо понять, что нужно всем своим сердцем устремлиться к святости. Мы, может быть, сразу не поймем, кто такой Бог. Очень трудно его понять. Но есть святые люди, которые его знают. И надо к ним всем сердцем устремиться. Понимаете? И вот эта устремленность к святости, она очень сильно облегчает сердце. Вот эта вот боль разлуки с чистым человеком, я говорю сейчас об этом. Боль разлуки с чистым человеком, она проходит. Потому что если ты разлучен просто с тем человеком, который тебя наслаждал, то это вообще очень легко решается. Придет время, он будет наслаждать тот другой. И ты забудешь вот этого. Как этот Антонов поет. Новая встреча, лучшая, средство от одиночества, но и о том, что было, помни, не забывай. Вот, понимаете? Я не говорю не об этом сейчас. Это очень слабая как бы рана. И нашел другую, рано успокоилось, то забыл. Я говорю сейчас о чистоте, понимаете? Вот, допустим, представьте, как бы из жизни просто ушел человек очень чистый, светлый, который вас всегда радовал, понимаете? Вот об этом я говорю. Вот об этом чувстве, который действительно очень глубокий след оставляет. Ну, то есть, другими словами, надо понять, что чувство правильное. Часто люди хотят забыться, они хотят отвлечься от этого чувства. Не надо забываться, не надо отвлекаться, чувство правильное. Просто, ну, облегчение сердца означает понимание, что произошло. Я вам приведу свой пример. У меня был такой... У меня есть несколько наставников, которых я очень люблю. Один из них жил в святом месте, постоянно совершал молитву, и потом ушел из жизни в поклонниче перед алтарем. Я узнал об этом через час после его ухода. Я настроился сразу на него и начал молитву. И увидел, как его психическое тело, оно растворилось, вот такая благодать превращилась, понимаете? То есть, человек ушел в духовную реальность. И у меня нет чувства разлуки до сих пор. Понимаете? Ощущение разлуки означает, что я что-то от человека хочу. Ну, что такое чувство разлуки? Чувство разлуки — это значит, что мне надо, чтобы он был рядом, правда? Чтобы я наслаждался им. Но если я хочу служить просто этому человеку, жить для того, чтобы он был доволен мной, понимаете? Я хочу служить ему, хочу отдать ему свою жизнь. Так? Чувство разлуки есть? Нет? Нет. Итак, я не чувствую разлуки с этим человеком. Я чувствую чистоту его, благодать в моем сердце и вечность, с которой он соединен. И если я хочу ему служить, я подключаюсь к этой вечности, и он рядом со мной всегда. Понимаете? То есть, это означает, что даже к тому человеку, который ушел, допустим, от вас, вы можете поменять свое чувство. И камень в сердце означает, что в вашем чувстве к нему есть все-таки какая-то оскомбинка неправильная, которая мешает вам жить. То есть, вы хотите, чтобы этот человек вам дарил что-то, да? Поэтому и вы так настроились. Но если вы готовы ему что-то дарить и просто жить для него, тогда разлуки нет. Он становится рядом, этот человек с вами, и вы можете всю жизнь рядом с ним прожить. Теперь вы скажете, у меня возникает другой вопрос, допустим, от меня ушел, у меня ушел из жизни вот такой чистый, светлый человек. Я хочу для него прожить свою жизнь, но я хочу замуж, потому что я не хочу жить одна. Это нормальный вопрос. И ответ тоже очень простой. Понимаете, если вы формируете вот это правильное, чистое чувство, которое только, понимаете, сам человек такого бескорыстия не имеет. Еще раз поэтому повторяю, нужен в сердце очень глубокие отношения со святостью. Нужно настраиваться реально на святых людей. Сергий Радонич, Серафим Саровский и так далее. Какая бы у вас вера ни была, в каждой вере есть такие люди. Настраивайтесь на них, потому что их понимание и вещей, оно бескорыстно, а наше имеет вот эту тень, которая и делает камень в сердце. Понимаете, для того, чтобы этого камня не было, нужно, когда ты на кого-то настраиваешься, то ты начинаешь жить так же, как он. Сознание перенимает. Нам и не хватало просто понимания, что люди не разлучаются друг с другом. Просто мы-то хотим себе, а себе уже не положено вот это все. И есть возможность иметь отношения. Я еще раз повторяю, я чувствую такие отношения с своим наставником. Я даже боюсь думать о том, что я хочу, чтобы он был рядом, потому что это страшная мысль, она разрушит мою жизнь. Понимаете, я просто служу ему, думаю о нем, испытываю счастье и чистоту. Бог сказал, теперь ты будешь разлучен с этим человеком, и я подчиняюсь Богу. Понимаете, я просто служу ему, заботюсь о нем, чувствую связь, она осталась. Никто не лишает нас этой связи. Я когда в Риге читал лекцию, это было лет 15, наверное, назад, один мужчина с женой, у него два высших образования, он там зав какой-то кафедры, там и так далее, очень образованный человек. Они пришли ко мне поговорить о необходимости принятия наставника. И он очень ученый, такой серьезный человек, и у него были сомнения. Он говорил, а если он не идеальный человек, как я ему буду служить, ну и так далее. Много вопросов обсуждали, и в тот момент, когда он уже понял, что надо принимать наставника, у него вдруг неожиданно, резко повысилось давление, и произошел инсульт. Причем инсульт настолько сильный, что он постепенно потом уже в реанимацию ушел из жизни. Я видел глаза его жены. Они прожили, потом я узнал, они прожили всю жизнь вместе, с 17 лет. Никогда не было никаких ссор, раздоров там и так далее. Она смотрела на него, когда он уходил, он уходил прямо на ее руках. Она смотрела на него светлыми, чистыми глазами. И когда я встретился с ней на следующий день, она мне сказала, я не разлучилась с этим человеком. Я чувствую, что я буду дальше с ним вместе. У меня чистое светлое чувство, Олег Геннадьевич. Все спрашивают, почему ты не плачешь? Потому что она за эту жизнь смогла настроиться на этого человека правильно. Она сдала свои экзамены. Чистая светлая память. Нет ощущения разлуки, потому что разлуки не бывают для чистых людей. Разлука означает, что я что-то хочу от кого-то. Но если я хочу просто служить, я хочу дарить любовь человеку, нет разлуки, он рядом, ты рядом. И потом в следующей жизни опять будете рядом. Потому что это и есть испытание на верность. Понимаете, я говорю об этом. И камень в сердце означает неправильное мышление в этой ситуации. Научитесь чистой любви. Человек не может, не может сам ее править из себя. Это можно получить только от Бога. И только через тех, кто от Него уже научился. Поэтому в этом мире и существуют святые люди. Для того, чтобы мы научились за ними идти. Понимаете, только святость сможет дать человеку такое колоссальное облегчение в жизни. Понимаете? Ну то есть просто начните молиться, глядя на святого человека. Клантись ему. Просите, чтобы Бог вам дал такое же чувство чистоты, как у него в сердце. И тогда вы увидите, что произойдет. Вы почувствуете, как вам надо настраиваться на этого человека, чтобы он был с вами. И то, что он будет с вами, это вам не мешает выйти замуж. Потому что чистая светлая память является как раз критерием того, что ты уже можешь идти дальше.